Мягкая снежность Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Аккуратные, словно сошедшие со страниц старинных сказок, домики-терема, яркие радостные храмы и часовинки. Чувство, что над этим маленьким миром облако благодати. Наверняка так оно и есть, ведь это не просто духовный островок в сердце промышленного города Аша Челябинской области. Здесь, уже в далеком 2005-м, по благословению Владыки, было заложено Богородице Адигитриевское православное сестричество Милосердия. Начиналась его деятельность активно, но в силу разных причин постепенно пошла на спад. Со временем здесь осталась всего одна монахиня. И приход храма во имя веры, надежды, любови и матери их Софии тоже обмелел. Так продолжалось несколько лет, пока сюда не был назначен новый настоятель Ирей Вадим Бойко. Приходские бабушки насторожились. Надо же, такой молодой, а уже священник. Да что он может посоветовать, еще и жизни-то не видел. Но вскоре поняли, что первое впечатление, ох, как обманчиво. Я из такого села, где очень много священников. Село это называется Залесце и расположено в Тернобыльской области, в нескольких километрах от Почаевской лавры, оплота православия на многострадальной украинской земле. Село с численностью полторы тысячи жителей вырастило 500 священников. Когда видишь вот эту торжественную службу, когда слышишь вот этот хор, который поет, несмотря на то, что село небольшое, а у нас три хора больших есть, то сразу же душа тянется к Богу. Что это, как неблагодать Почаева, которая бережет и защищает всегда, а особенно в смутные времена раскола? Возможно, и в это время у кого-то вера укрепится в людей. Они ближе к Богу будут, ближе к молитве. Потому что мы же знаем, что когда у нас случаются какие-то искушения, какое-то у нас в семье даже горе, когда происходит, мы сразу же куда бежим? В храм. Потому что только нам там, нам Господь поможет, и только там мы можем обрести какой-то покой нашей души. Почаевская лавра сыграла роль и в судьбе самого отца Вадима. Именно она познакомила и соединила с той, которая стала его любовью и женой. Елена родом из красивейшего молдавского города Бендеры. Была ребенком, когда семья, спасаясь от войны в Приднестровье, переехала в Украину, в город Хмельницкий. Потом так случилось, что моя тетя, она заболела сильно, и вот таким образом Господь, скажем так, привел нас к вере. Они сначала к врачам обращались, но никакого результата практически не было, и посоветовали поехать в Почаевскую лавру. Год в лавре исцелил тетю. Это было настоящим чудом. И не могло не повлиять на воцерковление всей семьи. Более того, через несколько лет семья в полном составе переехала жить в Почаев. Лена начала учиться в школе, при лавре. Общеобразовательная, но с православным уклоном. Девочка постепенно пропитывалась духом святого места, погружалась в его красоту. Я помню, меня до глубины души поражало, когда в Великий пост после ранней службы, там утренняя и первый час служатся, оно разделялось литьей. Когда все священники, особенно монахи, у них есть мантии такие красивые, ну как мне, маленькой девочке, вот казалось, они все выходили в монашеских одеждах, служили. И я помню, даже в то время мне самой хотелось пойти в монастырь, вот в Кременце есть женский монастырь. Я некоторое время там была на послушании тоже, но в то время мама моя как бы говорит, Лена, ну подумай еще, это очень серьезный шаг, вот все же монастырь. Нет, не монастырь был уготован восторженной девушке. Но в лавре Лена поняла, что жизнь ее будет посвящена служению Богу и поступила в Регинское училище. И сразу же познакомилась с сокурсником по имени Вадим. Случился такой момент, мы после пар все там сидели на лавочке, разговаривали там, мы часто собирались курсом. Ну и у меня как-то так спал платочек и упал на землю, шарфик вот такой. А батюшка взял его и посмотрел на меня и говорит, ну догоняй там, если хочешь забрать. Платочек мне очень сильно понравился, и я решил у нее этот платочек забрать. Ну конечно, чтобы привлечь к себе внимание. После этого момента наши отношения завязались. Мы уже на пары приходили, вместе садились за парт, и в скором времени он предложил мне встречаться. Я когда увидел свою матушку, я сразу понял, что вот с ней нам предстоит путь спасения, который и приведет нас к Богу. Но их совместный путь к Богу лег не сразу. После тепличных условий Почаевской лавры Елена думала, что так всегда и везде. Однако оказалось, что в мире есть косметика, брюки и вообще другие нравы, которые влекут за собой массу искушений. Не то чтобы этот мир манил юную выпускницу Регенского, скорее вызывал любопытство и желание узнать, а он тоже интересен. Лена даже упросила маму купить ей что-то, кроме длинных платьев. Мы пошли, ну вот купили мне несколько вариантов другой одежды. Ну и вот так вот я, скажем так, немного изменилась. Уже захотелось больше себя раскрепостить как-то, захотелось каких-то больше, ну, вольностей. Так невидимые силы недуховного мира постарались заманить девушку в свои сети. Лена изменила прическу, стала больше внимания уделять своей внешности, но очень скоро поняла, это не ее. Наверное, после окончания Регенского, когда я попала в Санкт-Петербург уже, там, соответственно, большой город и немного, да, было такое, что хотелось и побывать где-то, и одеться по-другому. Но, наверное, то воспитание, которое получила вот в лавре, в детстве, оно все же меня сдерживает. Мне хотелось вот этих перемен, но в то же время я не прекращала ни в храм ходить, ну, не отошла, скажем так, от Бога. На ее представление о том, какой должна быть женщина, повлияла одна матушка, которую она встречала в Почаеве. Для того, чтобы излучить мягкость, нежность и чистоту, жене священника не требовались никакие женские штучки и излишества. Главное все же, что у нас внутри, но наш внешний образ, он помогает нашему внутреннему миру. Дух лавры спасал, оберегал ее, и даже амплитуда колебаний от плюса к минусу и обратно у Лены оказалась совсем небольшая. Тем более, что так или иначе на нее все-таки имел влияние бывший сокурсник по Регинскому Вадим Бойко, который уже учился в Почаевской духовной семинарии, и который терпеливо ждал ее согласия и ответного чувства. Привлекала его доброта. Он очень добрый. Если на фоне других парней, которые были с нами, некоторые были грубыми, некоторые слишком себя любили. Он всегда старался мне помочь, поддержать. Если расходились мы в основном из меня. Потому что, как я уже говорила, я изначально как-то не видела наших отношений. И я ему об этом много раз говорила. А он все же был настойчивым таким. Говорит, вот все, будем вместе. Он был мягок, но настойчив. Он был спокоен и терпелив. Он просто чувствовал и знал, что им суждено быть вместе. Но подумаешь, надо немножко подождать. Когда Вадим все-таки предложил Елене стать его женой, девушка сделала ответное предложение. Давай съездим к Владыке, к митрополиту Зернопольскому и Кременецкому Сергию. Он благословляет, либо же нет. Ну, я себе так подумала, ну, надо действительно съездить к Владыке. И как он скажет, потому что он не всем благословляет на пар, ну, пар какие там к нему приезжают. Ну, мы поехали. А он как-то так сразу, о, там, молодежь, заходите. Ну, так как-то пообщался с нами, говорит, ну, а почему нет? Да, конечно, я бы благословляю. Все мои сомнения как бы отпали. И вот мы поженились. Они поженились в 2014-м, драматичном для родной Украины, году. Очень сложно, потому что вот эта вся ситуация очень разъединила между собой людей. То есть вот даже к нам на свадьбу некоторые родственники из-за того, что мы вот ходим в храм Московского патриархата, не приехали на свадьбу, мы решили, что мы хотим вот поехать в Россию служить. Нам вот поступило предложение, ну, и мы решили поехать попробовать. Храм во имя веры, надежды, любови и матери их Софии, Ваше, первый для отца Вадима, как для настоятеля. Это огромная ответственность поднять приход практически с нуля, привлечь людей и возобновить деятельность Богородицы Адигитриевского Сестричества Милосердия в том виде, в котором она должна проходить. Пока же на его территории много строений, требующих ремонта, подведения необходимых коммуникаций. Тем не менее, Сестричество все равно не отказывает в помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эти люди нам на территории Сестричества помогают. Мы их стараемся привести к Богу, потому что, как практика показывает, эти люди далеки от Бога. На приходе бывают разные ситуации, и если не будет духовной поддержки матушки, то священнику будет очень тяжело. Отец Вадим и матушка Елена для своих прихожан по возрасту не то что неровне, во внуки годятся. Заслужить их доверие и стать их пастырями – большой труд. Люди на приходе смотрят в первую очередь на батюшку и на матушку, и мы должны своим внешним видом, своей жизнью направлять людей к Богу. Матушка Елена поет на клеросе, занимается благоустройством храма. Особенно ей нравится украшать цветами иконы к великим праздникам. Любовь к цветам, говорит, тоже осталась памятью о почаеве. Если надо, молодая матушка встанет в иконную лавку или поднимется на колокольню. И всегда добром, улыбкой, сердечностью встретит каждого, кого приведет в храм Господь. Своим на приходе бабушкам говорю, если кто-то пришел в храм не так одетый, или что-то не то сделал, или начал разговаривать, что-то спрашивать во время чтения Ивана, или не надо ему грубить. То есть надо наоборот как-то войти в положение этого человека, что он первый раз пришел и помочь ему. Как-то, если честно, даже обижались. Вот как это я матушка? И говорю людям не исправлять их. Для них это было как-то почему-то странно и дико. Как будто бы им нравится исправлять людей. Но сейчас, со временем, они, я вижу, молодцы бабушки. Теперь приходские бабушки — это продолжение ее семьи. Как к родным они относятся и к батюшке, и к ней, и к их сыну. Маленький Денис окружен вниманием, заботой и любовью. Лена знает, как это важно для ребенка. Она сама в детстве пережила глубокую душевную травму. Отец ушел из семьи за месяц до ее рождения. Старший брат тоже был еще ребенком. Мне всегда не хватало, чтобы папу отца. А вы с ним знакомы? Ну, нет. Он приходил после того, как ушел, вернуться хотел, но как-то мама его не приняла. И, в общем, они не вместе. Наверное, не могу маму в этом осуждать. Потому что, если бы он хотел, он бы тоже общался с нами. А он не общается. Еще и поэтому матушка Елена так трепетно и бережно относится к собственной семье. Это ее маленькое государство. Это ее мир, который она наполняет нежностью, теплом и любовью. Господь вот послал мне его, и мне приятно вот от него какие-то мелкие радости. Так же и его ко мне где-то поцеловать, обнять. То есть это то, когда тянет к человеку любовь. Ты уже без слов знаешь, что он ждет от тебя, что ему в этот момент нужно для его состояния душевного. Я благодарен за то, что она молится за нашу семью. Благодарен, конечно же, за ее любовь. За ее любовь к нашей семье, ко мне, к нашему ребенку. И благодарен Богу за то, что он мне дал такую духовную православную матушку. Отец Вадим и матушка Елена Бойко в самом начале своего служения. Оба прекрасно понимают меру ответственности и не скрывают волнения, но доверяют и вручают себя Господу, который всегда рядом. Люди в храме становятся немножко добрее, немножко лучше. Господь очищает в таинстве покаяния, причастия. И, соответственно, люди несут это к себе домой. И там же между собой делятся вот этой благодатью. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашего дома. Субтитры создавал DimaTorzok